Здравствуйте друзья, продолжим тему умного освещения, ведь именно с нее чаще всего начинается путь в умный дом. И разговор пойдет о управляемом выключателе с функцией диммирования Moes, хорошо известного многим и проверенного производителя. Устройство предназначено для установки вместо обычного диммера или выключателя, я имею в виду те, что управляются только вручную, и позволяют интегрировать в систему умного дома светильники, которые не имеют собственных интерфейсов для этого. Тип устройства Триак Диммер Модель EDM1Z BBEU Интерфейс ZigBee Диапазон рабочих напряжений от 100 до 240 Вольт Мощность нагрузки Светодиодные иллюминисцентные лампы 220 Вт Лампы накаливания 300 Вт Потребление в режиме ожидания не более полуватта Один канал управления, требуется нулевая линия Рабочая среда Диапазон температур от минус 10 до 45 градусов Цельсия Относительная влажность не более 90% Ресурс нажатий на кнопку 500 тысяч Размер 86 на 86 на 43 мм Поставляется устройство в картонной коробке, на которой указано его название и изображены предельные нагрузки в зависимости от типов используемых лампочек. На нижней части находится наклейка, на которой указан ряд параметров, интерфейс, в данном случае ZigBee, но есть такая же модель с Wi-Fi, тип, EU, требования нулевой линии и цвет белый. Других цветов я еще не встречал. Внутри коробки нашелся собственно сам диммер, крепеж для подрозетника и небольшая инструкция на английском. В ней имеется описание всех функциональных элементов, способа перевода в режим сопряжения, я его покажу чуть дальше, перечень технических параметров и т.д. Виды устройства довольно необычные. Диммер не похож на привычные выключатели и диммеры с поворотной ручкой. В центре находится большая круглая клавиша, нажимать на которую нужно в нижней части, это включение и выключение питания. В центре находится сенсорная панель с светодиодной подсветкой, это регулировка яркости. Задник имеет квадратную форму, но явно меньшего размера чем те, что предназначены для установки в коробку 86х86 мм. Тут находятся винтовые контактные площадки для подключения проводов, входящие ноли фаза и исходящая фаза. Тут оставлю подробные размеры, как наружной, так и внутренней части, которые предоставлены производителям. Хочу обратить внимание на то, что фронтальная панель имеет размер 86х86 мм, что усложняет установку в ряд при использовании круглых подрозетников. Для того чтобы установить диммер, его нужно немного разобрать, снять фронтальную панель. Для этого ее нужно аккуратно поддеть, используя паз в нижней части устройства. Под панелью с клавишей находятся крепежные отверстия, боковые, которые используются для подрозетника, и по углам, которые пригодятся, если будет необходимость крепить прямо к стене. Передняя часть изнутри. Для соединения с внутренней частью используется четырехконтактный разъем. Справа в окошке виднеется, очевидно, один из вариантов ZigBee модулей Tuye. То есть в этой части находится вся логическая часть устройства, а внутрь стены ставится силовая. Размер задника диммера позволяет установить его в стандартный круглый подрозетник, но должен обратить ваше внимание на нюансы. Проблема в том, к слову я уже встречался с ней ранее, что металлическая рамка, которая находится с внутренней стороны, конструктивно мешает установить диммер до конца, остается небольшой зазор. Это легко решаемо за пару минут, достаточно немного подрезать пластик подрозетника. Квадратный подрозетник устройства входит идеально, совпадают отверстия под винты, размер передней панели. Если несколько таких будет ставить в ряд, тоже встанет отлично. В отличие от обычных выключателей света, для подключения диммера нужны и фазовые, и нулевые провода. Часто наличия нуля в подрозетнике нет, поэтому на стадии ремонта его лучше предусмотреть. Контакт L1 это фаза, которая пойдет на светильник, ноль общий, может быть подведен отдельно. Для таких устройств у меня есть небольшой тестовый стенд из двух квадратных подрозетников. В один я установил диммер, в другом стоит розетка для подключения нагрузки. Ноль в розетку идет от сети, а фаза от диммера. Тут можно увидеть, что при такой установке, несколько диммеров или других устройств размером 86 на 86 мм, спокойно станут в один ряд. Кстати, мне известно уже много случаев, когда люди на стадии ремонта, сразу ставят такие подрозетники и заводят в них ноль. В качестве нагрузки я буду использовать диммеруемую LED-лампочку, так как они сейчас применяются намного чаще, чем люминесцентное и тем более накаливание. Для перевода диммера в режим сопряжения, его нужно сначала включить. И после этого удерживать его клавишу, пока не начнет мерцать сенсорная полоса. Перейдем к программной части и начнем с базового приложения управления Tuya Smart. Так как эта модель работает по ZigBee, есть и Wi-Fi версия, то необходим любой совместимый ZigBee шлюз, у меня это Ethernet версия от Moes. В плагине шлюза выбираем подключение устройств и переводим диммер в режим сопряжения. Далее нажимаем на кнопку LED уже мерцает и ждем, пока на экране не появится картинка устройства. Теперь нажимаем на нее и получаем сообщение о успешном подключении. Диммер появится и в списке устройств того шлюза, к которому он подключен, и в общем списке в приложении. Отсюда, не заходя в его плагин, можно включать-выключать и видеть установленный уровень яркости. Плагин отображает текущее состояние светильника, включен или выключен. Под его изображением находится полоска регулировки яркости. Справа сверху находится кнопка вызова меню устройства, в нижней части кнопка включения, планировщики, настройки. Причем настройки доступны только при включенном светильнике. Планировщик стандартный для таких устройств. Тут можно задать разовое или периодическое включение и выключение светильника, в заданный день недели и время. Меню настроек интереснее. Сразу начну с второго пункта, состояния LED-индикатора. Меню есть, но тут доступна только опция значения по умолчанию. Это либо какой-то хвост, который остался в этом плагине, либо задел на будущее. В меню настройка яркости есть более полезные опции. Начнем с шкалы яркости. Обратите внимание, что настройка по умолчанию заблокирована. Нажимаем на замочек слева внизу и получаем возможность изменять шкалу. Что это значит? Некоторые лампочки гаснут уже на значениях яркости 20, 30, 40%. Получается, что весь диапазон шкалы, который ниже этого значения, не имеет практической ценности. А вот эта настройка позволит вручную установить свой нижний предел, на примере 30%. То есть теперь при установке ползунка в крайнее левое положение, фактически получают 30% от реальной шкалы. Но при этом лампа еще минимально светит. Тут же есть опция выбора типа подключенной лампы. Меню устройства стандартное. Тут есть перечень совместимых внешних систем, таких как Google Assistant, Amazon Alexa и так далее. Можно создать группу устройств, проверить обновление прошивки и, наконец, удалить устройства из системы. В разделе триггеров, то есть событий или условий для автоматизации, для этого диммера заявлено 6 вариантов. Правда не все из них можно реально использовать. Туя просто показывает все настройки устройства, а будут ли они работать, а если будут, то как их применять, это уже на усмотрение пользователей. Например, состояние, включено или выключено, можно использовать. Можно придумать автоматизацию, где будет проверяться значение яркости. А вот как, например, в бытовом применении использовать в качестве триггера автоматизации, переключение типа светильника, я, например, не знаю. Конечно, более применимо использование таких устройств в разделе действия автоматизации. Здесь их тоже 6, все то же самое, что и в триггерах. Разница в том, что триггер это то, с чего начинается автоматизация, а действие то, чем она завершается. В пункте свитч тут есть включение, выключение и реверс состояния, чтобы по одному триггеру можно было и включать, и выключать светильник. Пункт яркости разделяется еще на три части. Ступенчатое увеличение или уменьшение яркости на фиксированное значение 1, 10 или 20%, например, для логических триггеров повторителей, а также установка заданного значения яркости. Сюда вынесли и настройку минимальной яркости, это как раз то самое изменение шкалы, которое есть в настройках. Выбор типа светильника и режим индикатора, который фактически не меняется. Очевидно, что реальные эти действия для автоматизации, даже если они корректно работают, не нужны. Так как в диммере используется симмистр, полупроводниковый прибор, он работает совершенно бесшумно. Для включения и выключения нажимаем на нижнюю часть клавиши, для регулировки яркости используем сенсорную панель. Должен отметить, что скорость работы при управлении Stuja Smart отличная, но доступность зависит от канала в интернет. Если интернет стабильный, то отклик и обратная связь практически в режиме реального времени. В режиме ожидания на сенсорной панели загорается и тухнет один из светодиодов. Его положение время от времени изменяется. Это позволит найти диммер в темноте. Память состояния запоминает установленную яркость, которая была установлена перед отключением светильника. После включения уровень яркости восстанавливается на тот, что был. Что будет, если пропадет питание на сам диммер? Хорошая новость. Светильник автоматически не включится. Яркость будет установлена на значение 50%. Сторонними системами, такими как Google Home, взаимодействие происходит на уровне аккаунтов. Нужно разово в списке совместимых систем найти Stuja Smart и введя данные учетной записи, подключить ее. После этого, новые, поддерживаемые устройства будут появляться в системе автоматически. Диммер не исключение. Базовое управление включения, выключения и установка уровня яркости работает, в том числе и через голосового помощника. Так что если у вас есть, например, Google колонка, то вы сможете управлять светильниками при помощи голоса. Теперь перейдем к ZigBit UMLQTT. Запускаем режим подключения в интерфейсе. Устройство обнаружилось, если, конечно, вы не забыли перевести его в режим сопряжения. Остается только подождать, пока пройдет опрос и конфигурирование. Хороший признак, диммер поддерживается официально. Картинка другая, но это вообще не важно. Это роутер, то есть может расширить покрытие и емкость ZigBit сети. Вкладка экспозиции. Включение и выключение. Текущая яркость. Это установка минимального значения яркости, то же самое, что в приложении, то есть ниже этого значения яркость снижаться не будет. При отображаемом нуле, фактически установлено 40. А теперь 119. Для применения светильник нужно выключить и включить снова. В отличие от приложения, тут можно ограничить и максимальную яркость светильника. Работает корректно, но уже в другую сторону. Сейчас яркость фактически будет меняться от 119 до 217. Добавлю, что на изменения в интерфейсе, диммер реагирует моментально. То же касается и обратной связи, все что меняется вручную, тут же изменяется и в системе. В Home Assistant диммер виден как светильник, сущность домена light. Соответственно и управление как у светильника, кроме переключения состояния, еще ползунок управления яркостью. Для работы используется интеграция MQTT, скорость передачи команд и обратная связь мгновенная. Осталось проверить работу с SLS шлюзом, попробуем подключить. Хорошая новость, устройство поддерживается, хоть и с картинкой отверстий с поворотной ручкой. Роутер. Работает с конвертером номер 27. Страница состояния. Переключатель, уровень яркости, минимальный предел яркости. Тут тоже все работает корректно, включая и обратную связь. А в Home Assistant есть небольшой нюанс. SLS создает два объекта светильник. Этот с текущей яркостью. А этот значением минимальной яркости. Тут настройка нижнего порога шкалы яркости. Фактически светильник один, поэтому обе сущности синхронны. Тут ставится текущий уровень яркости. А тут минимальный порог. Логично будет после разовой настройки просто деактивировать этот объект. Для работы он не нужен. Подведем итоги. Внешне и функционально такой диммер мне нравится больше, чем классическая версия с поворотной ручкой. Удобнее включать и выключать, нажимая на большую клавишу, чем на поворотную ручку. Также, на мой взгляд, сенсорная панель нагляднее, так как показывает текущий уровень яркости. А ненавязчивое мерцание светодиода поможет найти диммер в темноте. Но куда же без минусов. Устройство отлично подойдет тем, кто установил у себя квадратные подрозетники и провел в них нулевую линию. В условиях готового ремонта, рассчитанного на обычные выключатели и диммеры в круглом подрозетнике, работающие только с фазовым проводом, придется решать вопрос подвода линий, потом подрезать подрозетник, чтобы устройство полностью вошло. Кроме этого, если рядом стоят другие выключатели или розетки, то диммер просто туда не влезет из-за размера внешней панели. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно стать спонсором канала или оформить подписку на сервисе Patreon. Также я веду и телеграм-канал, буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok